РАДИО БОЛТКОМА Добрый вечер, уважаемые радиосудки. Начинаем работу прямого эфира. И сейчас у нас на прямой связи через ЗУМ депутат Сейма Любовь Швейцова. Добрый вечер. Добрый вечер. Да, ну уже подсчитано, что нынешний Сейм при принятии бюджета и бюджетного пакета на следующий год установил своеобразный рекорд. Впервые во Второй Республике восемь пленарных заседаний было посвящено бюджету. И вот, наконец, все это было принято. Может быть, такой вопрос я вам задам первый. Есть такое чувство, ну не знаю, удовлетворения от проделанной работы? Я понимаю, что вы все-таки в оппозиции, но тем не менее. Или вот какие ваши ощущения после вот этого марафона бюджетного? Вот вы знаете, если в прошлом году было все-таки чувство удовлетворения, то в этом году у меня чувство усталости. Усталости и немножко горечи. И я думаю, что это связано с тем, что хотя бы в прошлом году во время дискуссий и во время выступлений была хоть какая-то, но определенная обратная связь со стороны позиции. То есть были дебаты, были какие-то контраргументы, был диалог. В этом году это монолог. Это монолог оппозиции, причем монолог достаточно длинный, который абсолютно не закончился никакими результатами. То есть ни одно из предложений оппозиции не было поддержано. Но это как-то уже не удивляет. В принципе, это такая как бы... Ты принимаешь правила игры, по которым оппозиционные предложения не должны быть проделать, поддерживая на приоре. Несмотря на то, какие они там конструктивные, насколько они полезны для общества, насколько они совпадают с запросами большинства представителей общества и категорий. Поэтому в заключении было чувство... У меня лично было чувство горечи немного. Такой горечи того, что как бы министры и премьер выступили в заключительный момент, причем эти выступления больше были рекламные ролики, заранее заученная речь, которая была направлена только на рекламу того позитивного, что они, как они считают, вписали в бюджет. И в прошлом году, опять, я просто сравнила прошлый год и этот год, потому что в сравнении ты понимаешь, какие плюсы, какие минусы, где недостатки. И в прошлом году в результате, допустим, той же самой долгой дискуссии и противостояния, и диалога между позицией и оппозицией, все-таки определенные поблажки были применены, и те же самые медики получили гораздо больше финансирования, чем планировалось в первом чтении. В этой ситуации у нас получается законопроект о бюджете и все законы, которые затем были приняты, они были однозначно приняты только в той редакции, в какой договорился кабинет министров, то есть правительство и правящие политики. И никакие аргументы оппозиции, никакие аргументы, например, как те же самые микропредприятия, представители малого бизнеса, латвийская камера, предпринимательство, которое высказывало опасения и просило остановить реформу микропредприятий, они не были услышаны. И поэтому сейчас просто чувство усталости и горечи от того, что хотя бы какой-нибудь маленький сегмент бизнеса, но оппозиции не удалось защитить. Время дискуссии. Да, вот это тоже такая удивительная ситуация. С одной стороны, сами премьеры-министры нас убеждают, что ситуация очень тревожная, чрезвычайная. Министерство экономики говорит о возможной глубокой рецессии, с одной стороны. И в то же самое время само же правительство и продвигало, ее реформы не назовешь, вот те налоговые изменения, которые как раз ударяют по тем людям, которые сами как-то пытаются обеспечить свой доход, не обращаясь за помощью государству. Я имею в виду те же микропредприятия. Теперь по существу, по подсчетам торгово-промышленной палаты, 37 тысяч предпринимателей могут закрыть свой бизнес, видимо, пойдут на биржу труда. Ну, это одно из таких самых нелогичных и самых необъяснимых мотивов при поведении правящей коалиции и правительства. Это почему в столь неподходящий момент выбран для реализации налоговой реформы малого бизнеса. Я все-таки думаю, что это можно назвать налоговой реформой. Эта налоговая реформа имеет цель просто-напросто исключить из игроков рынка малые предприятия, малое предпринимательство. Это очевидно. То есть эти люди не найдут себя, они не могут и не смогут никогда стать крупными, и однозначно, значит, они останутся либо будут искать работу как работа нанимателя, либо останутся без работы. С учетом экономического кризиса и падения роста экономики, замедления, то это однозначно, скорее всего, они пополнят армию безработных. Причем с учетом ухудшения ковидной ситуации и введения все больших ограничений, введения все больших ограничений, в том числе и за территорией Латвии, в соседних государствах и на европейском пространстве, то получается, это достаточно социальная напряженность будет только расти от этого. И более неподходящее время для реализации этой программы, скажем, уничтожения микропредприятий, нельзя придумать времени. Это либо слишком циничное отношение министра финансов к микропредприятиям, которое помножено на нежелание считаться с экономическими рисками и с отсутствием моделирования, а как же поступят тогда эти люди в таких условиях. Почему? Потому что на самом деле уже, если мы считаем, что мы европейское государство, то нам нужно было бы переходить тогда и при принятии решений экономических и правовых на моделирование возможных ситуаций, на моделирование поведения тех групп, бизнеса, предпринимательства или физических лиц, которых будут касаться эти изменения. Я вижу только два выхода. Первый выход – это то, что люди останутся без работы, пойдут на пособие по безработице. Второе – они уйдут полностью в тень, вообще не будут платить налоги, ну и третий вариант, что они либо выйдут за пределы Латвии, либо они вынуждены будут каким-то криминальным способом промышлять на жизнь. Потому что, как говорится, голод не тетка, и людям нужно как-то самим себя кормить, а семье заботится. А таким образом жестко и однозначно лишить их возможности причем самостоятельно зарабатывать. Но у меня это не укладывается в логичные, в логичные, возможные причины объяснения такого поведения. Наверное, не менее важно, чем бюджет, может быть, даже более важно те действия, которые предпринимает правительство, которые я бы разделил, естественно, две части. Одно – введенные или вводимые ограничения, и второе – вот тот пакет помощи пострадавшим от ковида, я имею в виду бизнесу и наемным работникам, которые тоже правительство вводит. Вот если попытаться вот так вот разобраться вот в этой ситуации, вот что касается первого пакета ограничений, вот один из политологов, мне кажется, очень метко подметил, заметил, что такое ощущение, что у нас как будто весной было одно правительство, а осенью другое, хотя одно и то же правительство. Вы с этим согласны? Я почему говорю, вроде бы весной, при всех нюансах, которые вы тоже, я помню, как оппозиционный политик критиковали, тем не менее, хоть какая-то логика в принимаемых ограничениях была, и мы видели, что был эффект. Сейчас мы видим, что делается, по крайней мере, до недавнего времени, все не так, все с опозданием, пытается этот хвост кошки резать по частям, ну и результат тоже налицо. Вот как бы вы это объяснили? Это какой-то хаос, паника, какие-то внутренние разногласия, которые нам, может быть, не видны внутри коалиции? Хороший вопрос. Меня тоже мучает вопрос, почему весной удалось очень эффективно справиться с ситуацией, и почему сейчас осенью такой разброд и определенно желаемые результаты не достигаются, и пока не видно, когда и каким образом они будут достигнуты. На самом деле, все-таки, если анализировать со стороны и взвешивать поведение именно правительства, я считаю, что в первый момент люди очень испугались и сами самостоятельно были предприняты очень ответственные шаги именно со стороны населения. То есть люди настолько испугались, что это нечто непонятное такое, неизвестное, что от испуга достаточно консервативно общество среагировало и соблюдало правила. Правительство быстренько решило присвоить славы победы и поехало в Евросоюз, в Брюссель рассказывать, какие они герои, как они эффективно со всем справились, как мы на первом месте, и упустило время, когда нужно было готовиться ко второй волне и когда нужно было просчитывать варианты, а что будем делать, если вдруг будет то-то, то-то и то-то. То есть опять не было ситуации моделирования или, как говорят, плана А, плана Б, плана С на возможные последствия. В результате этого возникло, как мне кажется, и внутри самого правительства такое как бы расслабленное состояние и отсутствие внутренней концентрации. Почему? Потому что сами министры во время коммуникации, они достаточно по-разному коммуницировали. То есть если один говорит, надо более строгие меры, то второй министр говорит, нет, нам нужно там другой опыт использовать. Потом вместо того, чтобы целенаправленно всем министрам, всему правительству посылать обществу сигнал о том, что это серьезно, давайте соберемся и в этот раз и подавать пример своим поведением тем же самым. Допустим, если мы говорим, что все достаточно серьезно и мы на фоне второй волны, давайте носить маски, давайте дополнительно дезинфицироваться, давайте там проводить какие-то еще дополнительные элементарные информационные мероприятия, которые говорят, мы воспринимаем, где все министры единогласно, то есть можно разными словами, но информационный посыл должен быть единым. Мы волнуемся, мы переживаем, и мы вас просим соблюдать то-то и то-то. Мы сами там носим маски, мы сами соблюдаем дистанцию, и мы сами соблюдаем требования дезинфекции и гигиены очень высоко, потому что это никто не отменял смерти от ковида, никто не может знать, каким образом и какие осложнения она несет. То есть должен был быть коллективный посыл всего правительства о достаточно серьезном отношении к ситуации по-прежнему. А началась, как говорят, рулетка, я называю это русской рулеткой, началась рулетка. Вводить в неочередное, чрезвычайное положение или не вводить? Один говорит, министр надо вводить, другой министр говорит, не надо вводить, премьер-министр там еще чем-то другим занимается. В результате у людей, у всего общества возникает вопрос, если само правительство, которое по идее должно быть более компетентным, более информированным, с тех же самых европейских источников Международной организации здравоохранения и консультироваться с экспертами-специалистами, они не говорят о том, что все серьезно и нужно беспокоиться, то почему люди должны беспокоиться? То есть если нет консеквенции, если нет четкого посыла, если нет четкой коммуникации и предупреждения людей, то возникают проблемы и хаос. И вот этот хаос начался уже с октября, когда в октябре запретили определенным категориям заниматься в полном объеме, те же самые кружки детские, те же самые спортивные занятия. Но уже было понятно, что есть источники, которые показывают высокую группу риска заражения болезнью. Значит, нужно было постоянно нести, передавать информацию в общество, в социальных сетях, в прессе о том, что давайте будем более ответственны, давайте и мы ответственны. Не знаю, министр здравоохранения более ответственен, премьер-министр более ответственный, постоянно ходит в маске. То есть те люди, которые являются лицом государства, министра, они должны были и показывать, что они серьезно к этому относятся сами. Вот я такой хотел задать вопрос. Все-таки, я думаю, наши радиослушатели, ваши избиратели, наверное, прекрасно знают, что вы все-таки имеете опыт довольно значительной работы в правоохранительных органах. И, наверное, вам, как никому другому, известно, что обычно любые ограничения, не только в связи с чрезвычайной ситуацией, но и любые какие-то такие ограничительные меры государства эффективны тогда, когда их можно проконтролировать. И я к чему сейчас это веду? Ну, вот когда правительство говорит о том, что, пожалуйста, в общественном транспорте, в общественных местах, в магазинах носите маски, это все понятно, логично и есть механизм контроля. И со стороны администрации магазина, со стороны полиции все это понятно. Когда вводятся какие-то ограничения, касаемые личной жизни людей, да, то у меня сразу возникает вопрос, а как это проверить? Когда они говорят, больше одного домашнего хозяйства в квартире не собираться, что пойдут по домам, по квартирам, будут спрашивать, вы родственник, не вы родственник, вы живете с кем, я извиняюсь, с женой, с любовницей, ну вот. Или такие же жесткие меры нахождения в маске в частном бизнесе. На закрытые предприятия пойдут, будут проверять они в этот момент в масках или нет. Вот мне кажется, что я понимаю, что ситуация тяжелая, но, по-моему, иногда правительство просто теряется вот в этой реальности и пытается вот в трех соснах заблудиться. Знаете, с точки зрения правоохранительных органов существует такая, ну, градация психологических типов социума. Да. Согласно этой градации получается, что 10% от жителей всегда будут соблюдать законы, которые принимает государство или правительство или органы. То есть 10%, какие бы они ни были законы, будут абсолютно их соблюдать. 10% населения никогда не будет соблюдать законы, какие бы их ни принимали, какие бы санкции ни были. Хоть там расстрел и так далее и тому подобное, все равно будет 10%, которые будут вести себя противоположным образом, и 80% населения — это те, которые в зависимости от того, насколько общество, организована процедура надзора, контроля, информирования, поддержки и ответственности социальной, вот эти 80% — это тот, который ты либо можешь, ну, то есть правительство и государство и чиновники, которые либо могут привести к исполнению принятых законов, либо, наоборот, как бы они будут расшатываться и не соблюдать законы. И вот как раз вот по этой статистике я вижу, что в этот промежуток времени, который сейчас осенью начался, получается, что большая часть населения из-за хаоса, который творился в головах политиков и правительства, и не было целенаправленного и четкого посыла, каким образом и что нужно соблюдать, они просто-напросто не знали, а что им соблюдать, почему это нужно соблюдать и какие последствия были. В результате теперь мы имеем то, что мы имеем, и чуть ли не планирует правительство теперь уже вводить уголовную ответственность за несерьезные отношения. Но извините меня, сначала нужно в любой правоохранительной деятельности сначала говоришь, вот такие правила игры у нас. Вот видите, если ты там, допустим, сделал то-то, то-то, тебе будет то-то, то-то, если ты не будешь этого делать, то тебя ждет то-то, то-то, и какое-то время должно быть, ну, проходить процедура информирования. Давайте делаем так, потому что это будет вот так, и давайте будем носить маски, потому что это уменьшает риск заражения, давайте какое-то время ограничим посещение больших скоплений людей, потому что это тоже уменьшит риски, давайте все-таки постараемся соблюдать изоляцию, самоизоляцию, и не будем коммуницировать с людьми, которые приехали из-за границы, которые, может быть, являются носителями вируса. Ну, то есть не было четкого посыла, а теперь давать посыл, давайте мы сейчас будем наказывать, причем сразу уголовно, ну, это неадекватно. И еще один момент, насколько я знаю, я специально подписалась в Фейсбуке на страницу правительства Эстонии, например, правительство Эстонии приняло указ, согласно которому полиция в магазинах, если человек без маски, должна дать этому человеку бесплатно маску, чтобы он ее одел. Да, потому что самое главное, чтобы человек был в маске, а не его наказывать. Вот у меня, у нас, в отличие от правительства, есть посыл, это посыл буквально на короткую паузу, Любовь Швецова у нас на прямой связи, посредством зума, не переключайтесь. Еще раз добрый вечер, Любовь Швецова у нас в студии, независимый депутат Сейма, и вот продолжая, может быть, этот наш разговор, это обсуждение последовательности или непоследовательности действий правительства, в принципе, у правительства Латвии есть опыт других стран, удачный и неудачный. У меня создается такое ощущение, что все-таки вот последовательность, о которой вы говорили, ее не хватает вот во всех направлениях. Казалось бы, да, вот вдруг правительство решило, что суббота, воскресенье можно торговать продуктами, но в этих магазинах, где продукты, нельзя покупать алкоголь и сигареты. Объяснений логичных нету, звучат только разговоры о том, что вы знаете, но алкоголь это не средство первой необходимости, и в конце концов теперь разрешено покупать алкоголь в интернете. Ну, понимаете, возникает тогда вопрос, что если можно купить в интернете, и после этого, когда тебе привезут этот алкоголь, идти дальше гулять с этой бутылкой, то тогда никакого ограничения, как бы распространения вируса нет. Нет, если бы у нас был комендантский час и ограниченное передвижение, я тогда логику в этих действиях понимаю. Сиди дома и пей дома. Но если у нас свобода передвижения не ограничена, работает общественный транспорт, такси и так далее, зачем тогда создавать просто людям какие-то непонятные неудобства? Вот только что правительство специально собиралось на заседание, потому что наконец до них дошло, что если ты можешь на заправке заправиться топливом и можешь купить на заправке, не знаю, гамбургер, бургер и так далее, ну не можешь купить лампочку, если у тебя она в машине перегорела, и ты должен без света ехать в темное время суток, то это небезопасно. То есть почему-то во вторник правительство это не сообразило, что запрещать торговать автопринадвижностями это просто какой-то абсурд. Да, к сожалению, логики в этих запретах понятны как бы, ну, со стороны, скажем так, я тоже не вижу. И не вижу почему, потому что если вы уже пришли на магазин за тем же самым, ну, или на заправку приехали заправиться, то вы так или иначе уже относитесь, только вы находитесь в зоне риска, по идее. Почему? Потому что вы коммуницируете и прикасаетесь к поверхности. Но если вы можете заправиться, почему вы не можете купить жидкость для мытья стекол, вот это непонятно. Ну, с алкоголем для меня все-таки немножко более или менее понятна идея. Почему? Потому что все-таки наше правительство одновременно, надо отдать должное, или некоторые из его членов, скажем так, очень своевременно разрешило именно торговлю алкоголем в интернете. Тогда я могу понять, ну, ладно, хорошо, здесь, наверное, скрытый смысл в том, что правительство пролоббировало тех, кто торгует алкоголем в интернете, и в результате у них сейчас будут сверхприбыли, а те, кто торгует в розничных сетях, там нельзя купить алкоголь, значит, у них будут убытки определенные. С точки зрения защиты здоровья, не вижу лодки почему-то, что если вы пришли в магазин, опять же, и покупаете продукты, но вам не дадут сигарету, не дадут бутылку алкоголя, вы все равно коммуницируете с продавцом, с поверхностями, с другими людьми, с теми же самыми, вы держите в руках ту же самую, ну, это, коляску, корзинку. То есть у вас идет соприкосновение. То, что я, опять же, из принятых решений правительством Эстонии прочла, эстонское правительство по секторам запрещало продажу алкоголя в местах общепита по вечерам. Вот в Эстонии было так, что у них места публичного приема в ресторанах и в кафе, у них было запрещено после определенного времени продавать алкоголь. Это понятно, то есть человек сидит в публичном месте, он социализируется, он выпивает, становится более раскованным, скажем так, более общительным, более социальным и таким образом может передать заболевания другим людям. Это мне понятно. То есть в любом случае они не запретили покупать алкоголь в бутылках, ну, то есть закрытые, а запретили в публичных местах пить алкоголь после определенного времени, чтобы уменьшить риски слишком большой социализации и расслабленного поведения людей. Это понятно. Почему в магазинах у нас нет, а на электронных платформах можно, но это типичные лобби электронной торговли алкоголя и торговцев. Если мы подумаем, кто из министров или связанных с правительством бизнесов является собственниками, тогда, в принципе, понятно, почему в сетях нельзя продавать. Но вот чем объяснить запрет торговли на заправках других продуктов, кроме горючего, этого я не понимаю. Но у меня нет таких способностей, чтобы понять логику этого запрета. Да. Что касается второго пакета, не менее важного, это вот помощь. С одной стороны, когда ты послушаешь, это, кстати, весной было, когда ты послушаешь того же премьера, министра финансов и даже министра экономики, действительно может создаться ощущение, что сейчас государство откроет, наконец, кошелек, ну и будет поддерживать всех, кто пострадал от пандемии. А у меня такое ощущение, что это, наверное, будет большинство уже скорого населения. Когда же мы начинаем разбираться, что называется, в нюансах, то выясняется, что минимальное пособие 330, а поскольку чрезвычайная ситуация, как МСГД уже объяснила, все-таки введено не с 1 ноября, а с 9-го, то это уже не 330, а меньше, да, и можно ли прожить на 330 евро, мы тоже с вами понимаем. То есть даже близко нет вот той помощи, которая есть в той же Германии, на которую ссылался господин Каринч. Но, к сожалению, да, и не только нет такой помощи, как и в Германии, но если мы будем смотреть даже пособие по-простому, сколько своему населению выплатила целой Литва и Эстония, то Латвия очень не сильно уступает даже соседям Балтийским по поддержке именно физических лиц по пособиям. Зато мы являемся на первом месте среди Балтийских государств по пособию и помощи государственным предприятиям. То есть у нас большая часть помощи, которая была предусмотрена пострадавшим от COVID-19, она процентуально пошла для покрытия долгов государственных предприятий. Это было все, что связано с Аэр-Балтиком, с аэропортом, Гайс и Сатексом, все, что было связано с железной дороги, все, что было связано с портами, с Венсполским портом. Около 13 миллионов было дополнительно увеличено фискальное помещение для возможности занять в госкассе Венсполским импортом средства. Поэтому, если сравнивать помощь людям, она составляет 0,2% от ИКП, в то время как в Литве 0,3%, а в Эстонии 0,9%. Я уже не говорю про Германию и другие страны. Помощь действительно важный инструмент для людей. Почему? Потому что если государство помогает тем людям, которые попали в беду в условиях форс-мажора, не разделяя по разным критериям, а достаточно системно и стараясь охватить как можно большее количество нуждающихся, понимая именно степень и необходимость помощи, то и со стороны населения возникает ответная реакция, которая выражается в лояльности людей к тем мерам, которые предлагают государства, выражается в том поведении, какое люди предпочитают соблюдать, исходя из тех правил, которые диктует правительство. То есть я просто боюсь, что возможно не столь серьезное отношение к требованиям правительства во время осенней и теперь зимней волны пандемии, они вызваны неконсеквентным и безответственным отношением как раз правительства и государства к людям во время первой волны. Когда люди понимали, что им нужна помощь, и они готовы собраться и соблюдать все требования и жестко ограничить свои контакты и перемещения. А вместо этого правительство, к сожалению, поддержало не этих людей, которые готовы прекратить деятельность, а государственные предприятия, которые уволили людей. И все это создает очень неблагоприятный социальный фон и негативную атмосферу в обществе. Я понимаю, что такой прогноз делает неблагодарно, особенно в такой непонятной пандемийной ситуации. И все-таки как долго вот это правительство, которое уже, ну, всем видно, раздирают вот эти внутренние противоречия. Мы видим, что КПВЛВ там совершенно своя позиция, новые консерваторы как-то тоже самостоятельно действуют, выходят со своими заявлениями. Вот как долго это правительство проработает? Есть какие-то ощущения? Вы знаете, я думаю, что они все заложники той ситуации, в которой они находятся. А когда на борту падающего самолета находится вся команда, то они не могут выпрыгнуть с этого самолета, потому что они уже внутри него, и у них просто-напросто нет альтернативы и нет другого варианта. Они в самом начале ярко и четко обозначили определенный курс и приемлемые и неприемлемые варианты и модели поведения. То есть и с этого момента они стали заложниками друг друга. Уже понятно, что КПВЛВ не может выйти, даже если КПВЛВ не вышла из правительства в то время, когда отняли допуск госстаяни министру экономики Немира, не показав свою силу и топлив ногой. У них все-таки много достаточно голосов, они могли бы это сделать, но они, скажем так, съели эту жабу, смирились с ней, потому что тех, кто ими манипулируют, или тех, кого они выбрали своими лицами, они прекрасно понимают, что в следующий эсейм они не попадут, и сейчас им гораздо выгоднее находиться тем же самым, как господин Закатистов, при министре финансов, госсекретарем, правильно, господину Виттенбергу, хотя понятно, что он не умело защищает и туризм, и рестораны, и отрасль отдыха, но другого варианта нет, как бы, но ему хочется быть министром. Поэтому можно ли считать, что у нас достаточно серьезный министр внутренних дел от КПВЛВ? Ну, дискутабельный вопрос. Он нравится людям, но в профессиональном плане еще очень-очень много, что нужно сделать. Министр благосостояния привлекательная дама, но, к сожалению, только исполняет судебные решения Суда Конституционного по обеспечиванию жителям благосостояния. То есть это и вынужденное исполнение и нахождение средств в бюджете, а не ее инициатива личная. Уже понятно было, что в прошлом году она согласилась на очень большие урезания как раз социальных определенных потоков в целях обеспечения минимально приемлемого дефицита бюджета. То есть она отказалась от серьезной борьбы за социальные программы многие в прошлом году. В этом году просто-напросто, практически вариантов не было, потому что таково решение Суда. Конституционного. Я новая консервативная партия. Но господин Линка — это абсолютно не харизматичная личность. И хоть он и образ создал как очень близкого к людям человека демократичного, но в профессиональном плане нас, я думаю, ждут тяжелые промежутки и решения по качеству дорог, по качеству содержания дорог. Единственный, который проект может ему принести пользу, это Рейл Балтик. И то не ему, а общее согревание экономики, но не для роста экономики. Порты уничтожены, как бы железная дорога практически уже субсидируется со стороны государства. И поэтому развитие портов с учетом общей стагнации экономики в мире не предвидится. И поэтому все экономически достаточно нестабильно, негативно и просветов не видно. Единственное, кто, наверное, в этой ситуации выигрывает это новое вену от ИБА. И они умело, сталкивая лбами и строя такую политику наблюдения, маневрируют между всеми связанными остальными политическими силами. А ну и нужно отдать должное, что национальное объединение, конечно, тоже умеет свои акции хорошо продать. И выгоду поиметь, и как бы наварить политические дивиденды. Может быть, последний вопрос, совсем мало времени остается, если можно, коротенько, не могу не спросить. Все знают, что вы сейчас в статусе независимого депутата Сейма. Есть ли мысли, может быть, вместе с вашим коллегой Вячеславом Домбровским о создании какой-то своей политической силы? Как можно какой-то информацией сейчас поделиться, или это пока преждевременно? Ну, Вячеслав Домбровский уже публично заявил, что мы будем создавать политическую силу, и мы активно над этим работаем с Вячеславом Домбровским и Эвией Папулой. И просто-напросто вопрос о принятии бюджета, поправке к бюджету и дискуссии по бюджету на вот эти две недели, они выбили из колеи текущие вопросы по созданию новой политической силы. Но этот вопрос стоит в повестке дня, он актуален, и мы к нему вернемся буквально на следующей неделе. Ну что ж, успехов вам в этом тоже, Любовь Швецова, у нас был на прямой связи, и большое спасибо. Большое спасибо, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова